Запрет на ввоз товаров из США, Канады, Австралии, Норвегии и стран Евросоюза не должен спровоцировать рост цен. Для этого в регионе создан специальный штаб. На протяжении двух недель идет ежедневный мониторинг цен по 40 основным товарным позициям. Данный мониторинг организован по всем видам и группам товаров продовольственных, производимых на территории Ивановской области. В него вошли такие основные номинования, как говядина, свинина, картофель, капуста, морковь, молоко сырое, молоко пастеризованное, сыры твердые. В данном случае это исчерпывающий перечень, который производится на территории. То, что не производится, естественно, мы и не мониторим из того списка, который нам был доведен Министерством сельского хозяйства. Что касается цен, то за последнюю неделю уже начали прослеживаться некоторые тенденции. Пока скорее положительные. В настоящее время можно уже говорить о определенных тенденциях в плане снижения цены на товары. Так, в магазинах федеральных сетей за последнюю неделю произошло снижение цен по 28 товарным позициям из 40. Наиболее сильное снижение наблюдалось по крупе гречневая на 8,3%, на колбасные изделия 14,6%, на картофель на 13%, яблоки 10,7%, виноград 20,5%. В магазинах региональных и местных сетей снижение произошло по 30 из 40 товарных позиций. В основном произошло снижение цен на крупу рисовую, сахарный песок, соль, колбасу сырокопченую, рыбу мороженую, хлеб из пшеничной ржаной муки, огурцы, виноград и яйцо. Чаще всего наблюдается снижение максимальных цен. На сегодняшнем заседании присутствовали помимо чиновников представители основных региональных производителей, продовольственных товаров, а также директора крупных торговых сетей. Представители торговых точек жалуются, мониторят их магазины, а цены стремятся поднять производители. С мониторингом, который на ежедневной основе у нас справляется в потребительский отдел, мы также прикрепляем эти письма, которые получаем от производителей. И хотелось бы обратить, что если в начале августа они еще были с какими-то причинами, то сегодня они просто носят информационный характер, там ничего не пишут, кроме того, что с такого-то числа цена будет повышена на столько-то процентов. Мы, со своей стороны, с этим ничего сделать не можем, можем только не покупать какую-то продукцию, но тогда без данного продукта останется и наш покупатель. По словам Светланы Давлетовой, о подобных фактах необходимо сообщать. Далее предприятием будет заниматься антимонопольная служба. Тогда уж определят, обоснованно выросла цена или нет. И надо понимать, что когда УФАС проводит контрольное мероприятие, он прослеживает всю ситуацию от ваших товарных накладных, по которым вы закупаете товар и прекрасно понимает о том, что если идет повышение цены, он обоснованно закупкой, тогда к вам вопросов нет. Вопрос уже возникает товаропроизводителю. Поэтому эту ситуацию мы будем тоже очень четко и жестко отслеживать. Тем более, если это товаропроизводители Ивановского региона. К слову, ивановские производители пеняют на повышение закупочных цен на сырье. Правда, ценовое колебание пока незначительное. В любом случае, мониторинг будет продолжен. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.